Два дня из жизни канадских тракеров. Торонто, Баффало, Питтсбург, Вирджиния. Июль 2012 года. Через несколько минут, буквально 20 минут, стартуем в путешествие на траке с нашими русскими драйверами в Америку и обратно. И это путешествие обещает быть интересным. Вы сами все увидите. Вперед! Вот на этом траке мы сегодня поедем в Америку и обратно вернемся. Завтра поздно ночью, буквально за 20 минут, Сергей должен, водитель этого трака, должен подготовить его к работе. Мы сейчас заливаем в трак ДЭФ, который помогает очистке выхлопного газа. Все выхлопы сгорают внутри трака и выходит экологически чистый воздух из трака и самого. Компания, которая обеспечила нам возможность путешествия из Канады в Америку и обратно на траке, это Кико Трак Лайнс компания. Это одна из крупнейших и старейших компаний на рынке в Канаде. Здесь работают более 250 водителей. А у меня в руках такое в Укитоке устройство, которым снабжены все члены нашей съемочной группы, чтобы на расстоянии до нескольких километров общаться и координировать наши действия. Владимир, а что нужно подготовить, кроме технической части по траку, то, что мы видели сейчас, что нужно подготовить для водителя, чтобы ему было комфортно, удобно и сытно, главное? Совершенно, мы всегда берем с собой холодильник с продуктами дней на 6, за счетом на 6 дней. Ну, предметы первой необходимости, щетка, мыло такое помыться, потому что перед пересменкой всегда это надо делать. Постельное берем с собой, ну и переодевочку там, что-нибудь. Хочу сказать, что все пути, все дороги ведут в Рим. Наверное, все интересные люди собираются в Кико Траклайн. Вот, поскольку из рассказов моего мужа, из личных знакомств, безумно интересные люди работают, действительно. Здесь и инженеры, и адвокаты, и художники, люди, которые пишут книги. Вот, ну, мне кажется, это уникальный опыт, который может похвастать только Канада. Дружим с семьями, помогаем друг другу в сложных ситуациях. Маша, здравствуй. Здрасте. Тебе грустно, когда ты провожаешь? Да. Да? А хочешь самой поехать? И тебя еще ни разу не брали с собой в трак? Брали один раз. А, так ты уже опытный водитель? Нет. Нет еще? Ты в Америку ездил или куда? Нет, по Канаде. Пока, папуся! Буквально через 10 минут здесь взгромоздится огромная платформа, и вы увидите настоящий трак, который действительно гоняет по дорогам Канады и Америки. Значит, мы идем по QW до Ниагара Фоллс и будем пересекать там, где будет для траков именно хайвей. Там будет написано, где именно должны пересекать Куингстон и Льюингстон. То есть в районе Баффало мы перейдем, продолжим по QW, и в районе вот здесь вот Форт Эри можем пересечь границу в Баффало. Значит, мы проходим Баффало и выходим на 90-й хайвей. На 90-й хайвей. На Петропасе, на QW мы заправимся где-нибудь, просто это будет самый оптимальный вариант. То есть где-то в районе вот Сент-Кэтринс, Хамилтон, после вот этого моста, если вы за нами поедете, то есть это не проблема. Мы 105 максимум едем, у нас траки ограничены. То есть никуда мы от вас не денемся. Мы выехали с севера Торонто из района Ричмонд-Хилл, где расположена штаб-квартира траковой компании Кико, обеспечившей нам это путешествие. Наша цель – хайвей, ведущий к Ниагарскому водопаду, но сам водопад мы не увидим, поскольку свернем в направлении Баффало, где и будем проходить границу. Так выглядит наш тракт на трассе. Внушительно! А дорога серою лентой бьется, залито дождем смотровое стекло. Пусть твой грузовик через бурю пробьется, я хочу шофер, чтоб тебе повезло. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и газ за год. Чтобы не пришлось любимым плакать, крепче за баранку держи шофер. Из города мы выезжаем примерно в 6 часов. Мимо пролетает хай-тех пригород Торонто, Мисс Сага, где расположены офисы компании типа Microsoft Canada и автомобильные заводы Форда. По пути на Ниагару встречается и такой пейзаж. Наш местный Магнитогорск, город Металургов, Гамильтон. Проскакиваем виноградники района Ниагара, где по берегу озера Антария микроклимат и возможность выращивать винные сорта, в том числе знаменитая айсвайн, ледяное вино. Но об этом отдельная история. Проведя переговоры по рации, принимаем решение – заправить трак. Тысяча литров дизельного топлива точно хватит до места назначения, а это тысячи километров вглубь Америки через 5 штатов. На заправке, хотя и проехали всего-то около 150 километров, надо обязательно проверить агрегат и помыть стекла. Это первое, что делает любой водитель на остановке. Дальше наш путь лежит на таможенный пункт. Мы будем проходить границу по разным коридорам. Для траков есть своя линия. Там могут и задержать для проверки состояние машины и груза. Так что сразу договариваемся, где будем ждать наш трак уже на американской стороне. Снимать кино запрещено, так что мы пропустим этот момент. В Америке все не так, как у нас в Канаде. Расстояние в милях, бензин в галлонах. Границу прошли на удивление быстро. Наш трак даже быстрее. И сразу за Баффало он нас ждал. Сделали пересадку. Теперь в кабине вся съемочная группа. И есть возможность поработать на ходу с нашими героями. Начнем с Володи. У него отдых. Его смена наступит часа через четыре. Володя приехал недавно в Канаду. И вот четыре года гоняется на траке. То есть фактически для тебя, как и для нас, это такая первая экспериментальная поездка на этом маршруте. В этом маршруте, да, первая. А скажи, на самом деле, самая твоя любимая поездка, которая происходит, скажем, происходила у тебя за последние там три-четыре года? Ну, позапрошлые три был насыщенный. Через Калифорнию, Техас заезжали и в Новоскошию разгружались. Был большой длинный маршрут. Ну, все повидал, как бы. Тоже все новое было. В Новоскошии первый раз был. В Техасе первый раз был. А сколько длительность вообще отдельной поездки, средняя длительность? Средняя шесть дней. Шесть дней – это два водителя должно идти, да? Да, да. Тимом идем шесть дней. Ванкувер обратно – это стандарт наш. Ваш стандарт – Ванкувер обратно. Но на этом пути вы во всех сезонах побывали уже? Зимой, летом, осенью все сезоны видели. У вас тут довольно уютно. Нашим зрителям можно показать. Давай подвинемся. Вот смотрите, какой шикарный матрасик. На самом деле, так и хочется прилечь сюда. По большому счету, я не ожидал, что так будет, потому что кажется, что... Ну, а что там может быть? Какой? Ну, какая-то полочка деревянная. А тут настоящее купе. Не хватает только девушки с чаем, что-нибудь такого, обслуживания. Нет? Нет, у нас официантов нет, мы сами. Самообслуживание, да. Все сами можем делать. Приготовить, подогреть, поесть. Понятно. И еще маленькая деталь. Когда вы идете на расстояние такое, как Ванкувер, вот я вижу, здесь у нас есть такие шикарные, как бы, холодильники. Это для чего они предназначены? Там что-то заложено? Да, продукты питания. Второе обычно. Ну, там каша, не знаю, вермишель, картошка, пельмени. Кто что любит, тот готовит себе в дорогу. Обычно из расчета на 6 дней мы берем. А горячее там где-то супы на тракступе останавливаемся. Это кипяточек, там, разводим суп и так далее. Понятно. На каждом тракступе практически всегда есть макровейка, где можно набрать кипяток, нагреть. Но стиральной машины здесь нет, я вижу. Нет. То есть она не понадобится? Нет, мы берем с собой вещи, переодеваемся. По возможности принимаем душ, переоделись, поехали. А у нас впереди еще километров 500, наверное, да? Ну, всего общего расстояния, Сережа говорил, тысячу... Тысячу пятьдесят. Тысячу пятьдесят километров. Отлично, мы продолжаем наше движение по 90-му хайвею. Через час будет поворот на 81-й и мы выходим на Питцборг. Ну что же, очередь говорить нашего водителя Сергея. С виду он совсем молодой, но опыт работы на траке уже 7 лет. Сергей работает также инструктором молодых водителей. Скажи мне, ты молодой, красивый, здоровый, спортивный парень, гоняешь на траке. Это твоя мечта всей жизни была? Если честно, нет. Но я люблю путешествовать, и, возможно, это была причиной, почему я стал ездить на траке. И у тебя такие длинные путешествия. Как они к этому относятся, твои друзья? Возможно, они не представляют себе, что я вижу каждый день. Смена погоды, ландшафта, другие люди каждый день. Я просто как бы не могу находиться на одном месте. Может быть, это пока сейчас, на данный момент, не помогает в моей работе. Но быть далеко от дома тоже дает о себе знать. Когда нахожусь долго от дома, тоже скучаю по родным. А друзья насчет этого думают, что, в принципе, я не должен уезжать на так долго. А, понятно, понятно. Но вообще график очень рваный получается. То есть ты фактически, особенно летний, наверное, период, 6 дней, 2 дня отдыха, снова там на 10 дней, например. Такой график, да? Да, абсолютно верно. Иногда бывает, уезжаем на 10 дней, возвращаемся домой, берем 2 дня выходных и опять в путь. Это наша жизнь. Слушай, это, с одной стороны, романтично, с другой стороны, все-таки очень тяжело. Не хотел сменить специальность или у тебя есть специальность другая какая-то? На данный момент ничего другого нету. В ожидании работаю пока собрать деньги и заняться чем-нибудь другим. А скажи, а что бы ты посоветовал ребятам, которые нас увидят и говорят, слушай, ну это такая все-таки легкая профессия, сел в машину, порулил немножко, заработал там несколько тысяч и отлично. Или ты сказал бы, что не всегда так все просто, как кажется? Не все так просто, как кажется, но нет ничего невозможного. При большом желании можно сделать всегда все получится. А какие-то качества нужны специальные? Ну, например, очень высокая выдержка самообладания, потому что 10 часов ведешь, всякие козлы, извини, он вот только что проехал, значит, пересек нам дорогу. Зачем он встал впереди нас? Непонятно. Он же быстрее нас едет. И так мы сегодня наблюдали неоднократно. Качества нужны такие, как бы дисциплинирующие себя, потому что хочешь же наехать, у тебя большая машина. Абсолютно верно. Ну, надо держать себя в руках, и должна быть усидчивость, спокойствие, спокойствие. Ну, учитывая это свойство, наверняка ты не гоняешь. Знаешь, вот бывает там два трака идут, один другого обгоняет. Можете выключить сейчас камеру? Мы только что прервали нашу программу, впереди была полиция, нам пришлось все выключить и затихариться немножко. Тем не менее, значит, мы не гоняем по дорогам, мы так решили, да? Абсолютно верно. Ездим всегда аккуратно, сейфти превыше всего. Кстати, ты же наставником работаешь еще, у тебя молодые водители ездят. Абсолютно верно. Ну и как они, поначалу им страшновато? Я помню себя, когда только начинал, я представлял себе, что как-то по-другому. Но когда первый раз поехал, я задумался над тем, смогу ли я это сделать, смогу ли я работать на траке. Смог, сумел, учу новых людей ездить на том же траке. Все, продолжаем наше движение. Вот она Пенсильвания и Питтсбург, где играет один из лучших хоккеистов мира Евгений Малкин. Ночью мы туда не поедем, а обогнем Питтсбург и уйдем на юг, к штату Мэриленд и потом Вирджиния. Остановка на станции сервиса. Мы остановились буквально на три минуты сбегать куда кому нужно. Это такая арест-эрия, где отдыхают водители, если им нужно остановиться. Прекрасный вид открывается за моей спиной. Луна, горы, предгорье Апалачий, и мы в движении. Вирджиния. Мы добрались до нужного нам штата. Пролетим в 150 километрах от столицы Вашингтона. К Абаме заезжать не стоит, он наверняка спит. Сейчас уже 12 ночи, а у него выборы на носу. Я пересел в машину сопровождения. Мы ведем переговоры по рации, и как только видим что-то интересное, вызываем нашего оператора, который находится в кабине трака, чтобы он подснял пейзаж. Но событий мало, и движение проходит без приключений, и это хорошо. Для водителей так спокойнее. Американская луна над полями штата Вирджиния. General Motors, туннель в горах, предгорье Апалачий. Жаль, проскочили в городок Брэдфорд, где расположена штаб-квартира компании Zippo. А еще нам всего тысячи километров до Мемфиса, родина Элвиса Пресли и городка Чарльстон. Одним словом, вот она глубинка настоящей Америки, а у нас жесткий графики маршрут. Вперед и вперед в городок Стюард-Драфт. Это на юг от городка с приметным названием Винчестер и почти рядом со знаменитыми пляжами Вирджиния Бич. Наконец прибыли. 5.30 утра. Пункт назначения – секретный завод, очень охраняемый объект, на котором по нашей информации производят торты. Наши водители ведут переговоры с теми, кто уже не спит, пытаясь поставить трак на загрузку, чтобы отцепить кабину и поехать немного отдохнуть. Мы прощаемся с траком до утра, и наша боевая машина сопровождения уходит на отдых. Мы увидимся днем уже, когда трак будет загружен. Не будем мешать Сергею и Володе, пусть прилягут в своей уютной кабинке, а мы поедем искать подходящую картинку. Скоро рассвет. Раннее утро. Воскресенье. Америка. В тысячи километрах от Торонто. Всем хочется спать и есть. Но рабочий день продолжается. Городок Стюард-Драфт. Дорога номер 64. Работа тракера подразумевает не просто сидение за рулем и проезд огромных расстояний, о чем мы с вами знаем уже, но это прекрасные виды, которые каждый водитель может увидеть из окна своего автомобиля, трака, или остановившись и осмотревшись вокруг. Кстати, самое время перекусить. Чисто по-американски. Легкий завтрак с беконом в придорожном кафе. И сейчас мы находимся в таком классном месте, где обычно наши друзья-тракеры завтракают. Завтрак очень простой и чисто американский. Мы взяли яичницу, картошечку и тостеры. То есть хлеб запеченный такой, вкусненький хлебушек и классический американский кофе. К этому еще немножко бекончика добавить или сосисочки и будет самый полноценный завтрак. Утром в час дня связались с нашими героями. А они, как всегда, были заняты подготовкой машины к пути. Второй день нашего путешествия. Мы находимся в Вирджинии. И через пару часов будет загрузка трака. Будет приделан сюда прицеп. И ребята, Сергей и Володя, отдохнувшие, рванут в сторону Ванковера. Стюарт Драфт. Маленький, типичный американский городок. Уютно расположился среди холмов. Кукурузные поля, вершины холмов. Зеленый и спокойный штат Вирджиния. Именно тут живут герои фильма «Дети кукурузы». Именно тут растет мечта Никиты Сергеевича Хрущева «Великая кукуруза». Разве это не красиво и элегантно? Вот так мы смотримся со стороны. Кто сказал, что работа тракера трудная? Всего 8 часов за рулем. Поспал и снова за руль. Зато какая красота и новые впечатления. Для тех, кто когда-нибудь окажется в этих местах, напоминаю, что здесь единственное озеро в предгорьях – Национальный парк Вашингтон. Температура за бортом – это не тот лейк, извините, это не тот лейк. Это коровы купаются. Температура за бортом градусов, наверное, 35, если не больше. А с учетом влажности, я думаю, тут все 40 наберется. С работой тракера сопряжена самая приятная, наверное, часть его деятельности. Это встречать прекрасные места в разных уголках страны – Канады или Америки, неважно. В данном случае это Америка, в данном случае это один из Южных Штатов Америки. Ну что, друзья мои, Сережа, Володя, спасибо вам за теплый прием в вашем прекрасном траке. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы до следующей точки добрались так же красиво, как мы с вами ехали. Удачи, не отходите от своих целей и всегда будьте аккуратны на дороге. Мое любимое выражение – никогда не ездите быстрее, чем ваш Гардена Энджел может летать за вами. Как тебе Виржиния? Нравится, хорошая. Жарко только. Итак, мы сняли здесь, в Виржинии, восход солнца, вот в этих прекрасных горах, которые за нашей спиной. И ждем от вас с ним. Беси закат. Обязательно. Восход и закат. Еще раз, удачной вам дороги. Спасибо огромное. Было очень здорово. Мы просто, скажем так, работали рука об руку. Нам остается попрощаться с нашими героями, водителями Сергеем и Володей. Ребятам пора загружаться и двигаться дальше по маршруту Торонто, Вирджиния, Калгари и далее. Счастливого вам пути на дорогах Америки и Канады. Увидимся в следующей программе где-нибудь в Беси, в Калгари или в Виннипеге, я не знаю. Это все определяет уже диспетчер. Правильно? Абсолютно верно. Все, пока. Пока. Съемочная группа благодарит руководство компании Kika Tracklines и лично Валерия Буданова и Сергея Ключникова за предоставленную возможность снять этот фильм, а также водителей Сергея и Володю за их терпение и отзывчивость и приятное путешествие из Канады в Америку.